Здравствуйте дорогие друзья! Некоторое время назад я делал целый цикл роликов, в котором показывал, как создается вот такая демонстрационная плата на микроконтроллере. Я показывал и как разрабатывать схемы, и то, как делать печатные платы, и то, как собирать это устройство. А сегодня мы разберемся с тем, как просто и быстро начать программирование вот этого микропроцессора. Но прежде всего мы припаяем несколько вот таких светодиодов в печатной плате, чтобы можно было видеть по ним, включился какой-то вывод или нет. Вот в результате пайки у нас появились на плате два светодиода и токоограничивающие резисторы. Один подпаян к ножке А2, а второй к Б1. Теперь нам необходимо запустить КубМХ и создать новый проект с нашим процессором. Вот здесь набираем STM32F030F4. Вот наш замечательный процессор. Нажимаем запустить проект, новый проект. Отлично! Вот перед нами наш процессор. Ну и давайте сразу обозначим ножки, к которым мы подключили светодиоды. Это PA2. Обозначаем ее как GPO output. И даем ей имя. Это будет у нас LED1. И какой там B1. Вот это тоже output. Мы его назовем LED2. Почему я все-таки пользуюсь кубом? Это самый простой вариант создать код. Начальная инициализация вашего процессора. Теперь давайте посмотрим в левую часть. Операционная система и доступ к FAT нам не нужен. Мы должны включить, что у нас в дебаггер. Вот он включен. Источник тактов у нас SystemTick. Все хорошо. У нас не используется внешний кварцевый резонатор. У нас все внутреннее. Все. Больше нам на начальном этапе ничего не требуется. И нам осталось только сгенерировать код. Для этого берем проект. Сохранить его как? Ну, у нас на рабочем столе папочка Test1. Имя проекта Test1. Все замечательно. Генератор кода. Копировать только необходимые библиотечные файлы. Раздельные файлы для инициализации периферии. Все это стоит. Ок. Да. Ну и нажимаем на генератор кода. Все. Вот идет генерация кода. Сейчас. Это недолго. Открыть проект. Давайте вначале мы откроем этот проект в Кейле в данном случае. А потом я покажу, что же было, собственно, сгенерировано. Итак, вот открылся Кейл с нашим проектом. И мы видим вот здесь создан MainC. В MainC уже есть вызов хала. Здесь прописаны инициализация клоков, инициализация портов ввода-вывода. И мы можем, в общем-то, приступить к нашей простейшей программке. К написанию простейшей программки. Мигалочки такой. Давайте напишем HAL GPIO WritePin LED1 Port LED1 Собственно, сам PIN GPIO PIN Set Так, мы зажжем светодиод. Теперь нам нужно сделать задержечку. Задержечку, ну, допустим, там 300 миллисекунд. 1,3 секунды. Так, ну, давайте я уже буду копировать. Теперь мы его должны погасить. Для этого мы пишем так. Reset. Давайте будем перемигивание сделаем. Сразу же откроем. Точнее, зажжем светодиод LED2. Теперь подождем. Такое же количество времени. 300 миллисекунд. И давайте потушим уже второй светодиод. Вот они у нас должны, по идее, перемигиваться. Ну вот. Вот такая у нас программка получилась. Давайте посмотрим, как она откомпилируется. Замечательно. Откомпилировалось. Там 2 килобайта кода. Так. Сейчас я подключу нашу платку. И попытаемся залить в нее вот этот вот код. Итак, наш код откомпилированный. Давайте мы его зальем в процессор. Ну вот. Вы сейчас можете видеть, что светодиодики замигали. Таким образом, мы написали самый простой код. Ну, на самом деле, вот посмотрите, от чего нас избавил, собственно, куб. Для того, чтобы проинициализировать процессор, нужно было настроить ему PLL. Вот таким образом необходимо было настроить порты ввода-вывода. Ну, в общем-то, то есть, это работы как минимум тут на полчаса. Куб нам ее сэкономил. Вот на этом, собственно, все. Самая простая программка у нас написана. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ваши вопросы, пожелания, все в комментарии. Ну и до новых встреч.